Сотни тысяч людей держат дома кошек, собак, попугаев, хомячков и других питомцев. Но наличие в квартирах живых существ не только приносит положительные эмоции хозяевам, но и накладывает на владельца серьезную ответственность. Особенно это важно, когда речь заходит об экзотических животных. Многие обязанности обозначены в федеральном законе от 27 декабря 2018 года об ответственном обращении с животным. Он четко регламентирует, каких животных нельзя держать в квартирах. Запрет распространяется на хищных и ядовитых зверей, представляющих опасность для человека, а также на животных, которые не выживут в неволе. Всего в перечне 8 групп животных. В частности, в домашних условиях запрещено содержать медведей, львов, тигров, леопардов, лисиц, гиен, обезьян. Под запретом также все виды кобр, питоны, гадюки, крокодилы, некоторые виды черепах и ящериц. Из паукообразных запрещены скорпионы, черные вдовы, все виды тарантулов. Из рыб, скаты, угри, акулы. Из птиц, пингвины, совы, соколы, страусы. В домашних условиях можно временно содержать травмированных или пострадавших животных, которые не в состоянии выжить в среде обитания. На сегодняшний день самыми популярными из запрещенных животных являются питоны, черепахи и лисы. В целом, закон разрешает держать животных в доме, но с соблюдением санитарных правил, то есть за ними нужно убирать, как в самой квартире, так и на лестничной клетке и в лифте, а также во время прогулки. В противном случае соседи вправе обратиться в суд. Установлены и правила выгла животных. В лифте, на лестничных клетках, на детских и спортивных площадках, на дороге. Животных нужно держать в руках, на поводке или в переноске, смотря с кем гуляете. Собак из перечня потенциально опасных пород нужно всегда держать на поводке и в наморднике. В этот список правительство включило, например, американских бульдогов, бандогов, кавказских овчарок, гибриды волка и собаки. Всего в перечне 12 пород и их метисы. Закон предусматривает выгол животных только на специально отведенных площадках.